Игнать Тихонович, а какое ваше отношение к патриарху Кириллу? Ну, допустим, когда он пришел, вот, встречался с папой римским, многие православные на него ополчились очень сильно. Что вы на этот счет скажете? Перестали поминать. Я везде выступал и доказывал. Ничего он не сделал. Да у него тайны там... Недавно у меня священник один был. Кто перестал поминать? Подождите. Кто перестал поминать? Поминать перестали. Поминать его в молитвах своих. А многие православные, да. А простые-то многие. И приходит ко мне священник и говорит, ну, вы знаете, что он продал всю веру православную, встречался там за 30 серебряников. Не знаю. Я ничего не вижу. Я везде стал говорить. Патриарх невиновен в этой встрече. Невиновен. И по-другому никогда не говорил. Ну, уже патриарху мое это доказательство. Но многих людей я убедил в этом. Почему? Я говорю, все давно уже предано им. Как вы крестите-то? Как крестите? Вы как католики крестите-то? Бритые. Один Осип общего знает. Он тысячи людей отвратил от веры. А патриарх с бородой. На пап не похожий. А где он не так говорил, он разберется. Да, я кое-что разбирал его и вижу, ответы неправильные. Но это не означает, что должен соглашаться. Он патриарх. У меня истина. По слову Божию. Я вижу, отвечал не по слову Божию. Ну, это раньше было, когда я отвечал. Сейчас меня я даже не слежу. Но я вижу, как он переживает. И сказать-то нельзя. Вот недавно какой-то вышел Александр там. Ну, и против того, чтобы вакцинации не было. Это умерщвление идет. Но эти сказать-то не могут. А может, так и понимают. Не может он не понимать. Он очень умный. Тем более Алфеев. Вот это проповедь в воскресенье была. Я как раз говорил и поминал Алфеева, что фильмы эти, которые поставил Павел. Прекрасные. Замещательные. Я у патриарха вижу и положительное что-то. Я об этом говорю. Подчеркиваю прямо об этом. Вот он сказал так. Сказал так. Беру во внимание. Тем более, вот Алексей о крещении сказал где-то. У меня в материалах это все помещено. Там, когда он называет священники, которые церковные работники, бандитов принимали в церковь. Часто поступают жалобы. От священника пахнет табаком и водкой. Ну и прочее. И говорит, не крестить там, где нет полного погружения. Ну, Игнат Ильич, а вот если бы он... Вы бы приняли патриарха, если бы к вам приехал он? Принял бы по самой высокой счастье, как ему положено. Поклонился бы. А если папа был бы, положено туфлю поцеловать. И туфлю поцеловал бы. Патриарха положено, как, так и сделал бы. Я его приглашал в Потеряевку, но не упустили, в Барнауле был. А его администрация ответила, что он не может. У него такой график. Ну, я понимаю. Я говорю, да туда можно на каждой крыше по пять снайперов посадить. Охраняли его. Так он побыл бы с нами. Вот на днях только к нему письмо от меня ушло. Письмо. Походатайствовать и президенту ушло. Походатайствовать по одному важному делу. Где все еще думать перед ФСБ. И под другими органами. Один Господь знает как. Поэтому ни одного обвинения в мой адрес от них никакого нет. Моя жизнь настолько разница от их жизни. Им перстом шевельнуть нельзя. Язык даже высовывать не надо. Язык пять слов скажу, их даже ветром сдует. У них ничего нет. Это кто обвиняет?